В магазине больших размеров мало найти просто подходящую вещь. Важно, чтобы она стала украшением ваших роскошных форм. В этом убедились участницы конкурса «Леди Мармелад», которые на днях посетили салон «Эйфория Макси». На занятии теоретическом мы узнали, как цвет может влиять на нашу внешность, также как цвет может диктовать нам настроение, узнали, естественно, по коррекции фигуры той или иной. И сегодня мы представили три разных образа для трех разных девушек с тремя разными типами фигуры. В подборе образа для первой девушки мы использовали платье до пола, длины «Макси». Чем хорошо это платье? Тем, что скрывает пышные бедра. Если у девушки есть талия, то мы обязательно подчеркиваем талию. На данной модели именно платье у нас и резиночка есть на талии, и еще дополнительный акцент, поясок. Мы его сделали в виде банта, а банта сейчас актуальны. Ну и продемонстрировали нашу узкую талию. Черный, правда, стройнет, если правильно подобрана силуэт платья или любой одежды. Сегодня мне нравится образ, для меня очень непривычный черный цвет, но формат платья, вот именно длинная в пол, как бы это, да, пол освежает. А Настя у нас активная, спортивная девушка, и образ у нее собрался кэжуальный. В этом образе брючки у нас из средней плотности ткани, и рубашка с принтом свободного кроя, это делает фигуру воздушнее. То есть мы не обтягиваем животик, если имеется таковой, и витающие рукава джемпера создают дополнительные вертикали, которые, опять же, делают визуальное наследие. Мне очень нравится, мне комфортно, то есть это как бы мой образ. То есть я очень люблю рубашки, я люблю брюки, я чувствую себя комфортно. То есть я понимаю, что это мое. Мы собрали образ для работы. Жакет в клетку. В клетке сегодня актуальный тренд. Он удачно скрывает широкие бедра. Клистированная юбка также хорошо дополняет этот образ и правильной длины, длины миди. Если будет платье или юбка неправильной длины, мы, соответственно, будем делать свой рост короче, добавлять объем. Я когда зашла и меня одели, просто я была, ну вот, я не знала, что мне такие цвета, во-первых, идут. Очень удобно подобрано цвет блузки. И юбка, мне кажется, скрыла все-все мои недостатки. Я просто в восторге. Магазинов со стильной одеждой больших размеров в нашем городе не так много, как и стилистов, которые работают в направлении плюс сайз красоты. Как я считаю, что у девушек с большими формами должен быть стилист именно соответствующий им. Так как болезнь одна и та же, как подобрать стильную, современную и модную одежду, и к тому же еще и найти такой магазин очень сложно. Поэтому я считаю, что девушки со стилистом должны быть на одной волне. Магазины большой одежды, ну, для больших размеров, да, то есть там очень много одежды, это просто балахонистые вещи, то есть это, которое увеличивает еще в два раза. Там цвета, там, я не знаю, бордо, изумруд, которые глубокие, такой женские, но это вообще не вариант. То есть если здесь смотреть, то есть есть талия, платье, пол, и все, не трапеция никакая, то есть без вариантов. Поэтому в обычных магазинах я нахожу для себя одежду, просто полную. Это составляет вообще большую проблему, и найти необходимую вещь, это, как правило, ищется во всех магазинах города. Большая удача что-то найти. Сегодняшний образ я почувствовала, что он мне комфортен, да, поэтому девушке с мягкой талией немножко тяжелее подобрать образ. Как правило, в магазинах у нас все бордовое, зеленое, с блесками, все, так сказать, теткино, бабкино. Да, ничего современного для нас, ну, практически нет. Советы от стилиста в этот день записывали и запоминали все без исключения. О некоторых важных нюансах стоит напомнить дополнительно. Девушкам с пышными формами категорически нельзя носить самостоятельно джинсы скини или это брюки скини. Это визуально уродует ногу. А еще, конечно, балахоны, платья балахоны, которые вообще просто мешком сидят и никак не украшают фигуру. Благодаря этой встрече девушки теперь точно знают, как и чем подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. А чтобы усвоить все правила, наверняка нужно больше практиковаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова